Отдельная квитанция за холодную воду, водоотведение, электроэнергию. И отдельная квитанция за горячую воду, тепло и услуги управляющих компаний. Такое нововведение с этого отопительного сезона коснулось всех жителей Южной части. Причин тому несколько. Одна из них – это смена сетевой компании. Сегодня на рынок коммунальных услуг вместо РСК, работающей с населением через расчетный центр «Урал», пришло муниципальное унитарное предприятие «Полевское ЖКХ». Те услуги, которые оказываются и в которых в средствах не заложена газовая составляющая, то, соответственно, эти расчеты, как биллинговая компания, будет осуществлять Свердлов Энергосбыт. То есть на сегодняшний день у нас появляется два расчетных центра. Расчетный центр «Урала» и расчетный центр «Свердлов Энергосбыт». И наверняка все об этом уже знают, о том, что региональная сетевая компания прекратила свою деятельность на территории Полевского городского округа, поскольку сети на сегодняшний день находятся в хозяйственном ведении у муниципального унитарного предприятия. Муниципальным унитарным предприятием был получен тариф на оказание соответствующих услуг по водоснабжению и водоотведению, а также на тепло и горячее водоснабжение. На сегодняшний день картина выглядит так. Тепло и горячую воду для жителей Южной части вырабатывает ресурсоснабжающая компания «Новая энергетика». Затем по сетям МУПа этот энергоресурс доходит до потребителей. За обслуживание жилого фонда несут ответственность управляющие компании. Все эти услуги жители города, как и прежде, оплачивают через расчетный центр «Урал». А вот что касается холодного водоснабжения, водоотведения и электроэнергии, то здесь начисление и прием платежей ведет непосредственно «Свердлов Энергосбыт». Свердлов Энергосбыт, они не видят движения средств, и та кредиторская задолженность, которая у них возникает в результате взаимодействия предприятий, работающих на рынке ЖКХ в южной части города. И поскольку эта ситуация приобрела некую тенденцию, то Свердлов Энергосбыт, безусловно, заинтересованные в том, чтобы видеть средства за электроэнергию, они могли контролировать потоки эти денежные. Поскольку в воде и в водоотведении, в услуге водоотведения нет газовой составляющей, то, соответственно, с их стороны данное предложение как раз и прозвучало, и эта схема, она реализована сейчас. На сегодняшний день у компании «Свердлов Энергосбыт» заключены договоры на прием платежей с банками города. Кроме того, оплатить данные услуги жители южной части могут и через почтовое отделение. Но это еще не все. В скором времени для удобства граждан кассы биллингового центра откроется и по адресу Хохрюкова, 35, поясняет Дмитрий Коробенников. Таким образом, даже имея на руках две квитанции от двух расчетных центров, южане смогут оплатить коммунальные услуги в одном месте. На сегодняшний день устранены все те проволочки, которые возникали по взаимодействию МУПа, биллингового центра «Свердлов Энергосбыта» и управляющих компаний. Еще один вопрос, который интересует жителей Йога, почему после перехода в новый расчетный центр начисления были сделаны не по показаниям приборов учета, а по нормативу. Дмитрий Коробенников поясняет, это была вынужденная мера. Не было показаний приборов учета. Та база, которая существует у управляющих компаний, они этим занимались. Еще раз говорю, в связи с противоречиями, с разногласиями, не представлена была. И сейчас именно сложилась такая ситуация. Сняли все те разногласия, сняли все вопросы. И сейчас всем гражданам, я просто хочу объяснить ситуацию, что необходимо подойти в МУП, это адрес Челюскинцев 43, с показаниями приборов учета. Там же в МУПе готовы уже бланки заявлений. Граждане заполняют бланк заявления, в котором указывают показания приборов учета. На основании заявлений будут произведены перерасчеты в следующий расчетный период. Теперь, после подобного разъяснения первого заместителя главы администрации, есть надежда на то, что ажиотаж по поводу квитанций будет снят. Ксения Болзенкова, Сергей Чужов. Новости нашего города.